Сегодня будет очень интересное видео Про одну интересную локацию в парке Краснодар Так называемый французский сад Ну вот мы и находимся на французском саду Очень интересная растительность Так называемая цветная и зеленый цвет есть И красненький, и желтенький сверху Кстати, я тут заметил, тут кустарник начинает распускаться цветочки Красота Очень похоже на чай А там смотри какая красота Обалдеть, мы сейчас еще туда пойдем Я смотрю, здесь еще и фотосессия происходит Интересная локация для фотографий Обалдеть Сейчас подойдем поближе Какие цветы, а Это не очень похоже на сакуру Которая цветет немножко в другом месте в парке Какие бутоны, обалдеть Вон девчонки пришли фотографироваться Кто на телефон, кто на фотоаппарат А нет, в основном на телефон фоткаются Ну, неспроста сейчас телефон снимает Очень недавно Так, вот еще какие-то цветы Ну, это не цветы, это какие-то листочки А может, слушай цветы, я не знаю А нет, это листья Просто листья Блин, ну сакура обалденная Просто Просто обалденная сакура Очень много людей фотографируют Всем нравится Кстати, ветки находятся достаточно высоко Это, наверное, специально так задумано Чтобы отдельные уникумы ветки не ломали А что-то веточку взял с собой Домой на кухню поставил Горшочек Красота Однозначно надо брать фотоаппарат И идти сюда фотографировать Завтра как раз воскресенье Людей будет много Кстати, здесь неподалеку И находится еще очень интересное дерево Бансаю Японское И такой водопад Ромбовидный И по нему стекает ладичка Вот сверху Ручейки И образуется такое небольшое озеро Которое мы можем видеть А вот и сакура наша Которая цветет Ой, красиво Обалдеть В парке Галецкого сделано так, что В любое время года практически Кроме там зимы Что-то цветет Где-то цветы Где-то сакура В одном месте сакура Отцвела В другом месте Сакура только начинает цвести Как в данный момент Здорово В иду Также Галецкого Валерия кстати проходил мимо и здесь растут такие вот елочки это реликтовое дерево это прародитель современных пихт елочек и больше 250 миллионов лет мы посмотрим еще называется это дерево обезьяний хвост кто не знал то есть сами иголочки еще не эволюционировали в тоненькие иглы а выглядят как листики обалдеть просто обалдеть красота кстати достаточно тут много высажено вот смотри какая ель да можно так сказать сдалека елочка да елочка а не совсем это елочка реликтовое дерево повторю больше 250 миллионов лет этому виду роду до дерева вот внизу свисает такая как бы обезьяний хвост так сказать ну сдалека это выглядит как обезьяний хвост достаточно много фонданчики а вот я заметил ветка она она по пожелтела покраснела как бы высохла что ли ночью-то болеет веточка а так в принципе дерево все нормально с ним хорошо а ствол похоже на ананас чем-то смотри на ананас чем-то похоже кстати смола я вижу смола сколько смолы много смотри кстати мы нашел еще тут одно дерево обалдеть его называет даже кто-то называет что это пальма но похоже даже на пальму кстати почему бы и нет а здесь сколько много этого какого она мягкая даже прикинь офигеть это я не знаю можно ли это отковыривать лучше не стоит офигеть интересно какая доисторическая пальма круто мы проходим немножко дальше интересная так называемая скульптура внутренний ребенок 4 скульптуры 4 головы детских кстати уже можно ходить по газонам уже апрель ну что давайте поднимемся по газончику шикарный газон по которому можно ходить даже нужно и такие у у нас есть деревья называется деревья лавочка на них можно садиться кто не знает до оттуда мы примере мы мы Субтитры сделал DimaTorzok